Это VSPlanet.net, меня зовут Алексей Красильников, а у нас в гостях Лейла Хирш, одна из самых многообещающих рестлерш на американской женской рестлинг-сцене. Лейла, привет! Привет, Алекс! Спасибо, что пригласили. Здорово, что у нас будет это интервью. Спасибо, что согласилась ответить на наши вопросы. Давай начнем. И начнем давай с недавно опубликованного рейтинга PWI-100. Ты на 70-м месте сразу после Найджекс. Что ты вообще думаешь о таких списках? Рестлерши в США вообще обращают внимание на такие рейтинги? Да, обращаем. По крайней мере, я точно. С того момента, когда я познакомилась с инди-рестлингом, этот список стал чуть ли не всем. PWI-500 для рестлеров, PWI-100 для девушек. Да, я обращаю внимание, и для меня, учитывая, что я занимаюсь рестлингом лишь два с половиной года, оказаться в этом списке лишь с двумя годами выступлений — это очень круто. Для меня это настоящая честь — получить такое признание. Я считаю, это весьма серьезное достижение. Расскажи, нормально ли обращать внимание на то, что другие говорят про твой рестлинг, про твои выступления? Я имею в виду, вот кто-то где-то в интернете что-то кому-то сказал, всякие слухи, всякие мнения. На твои выступления это оказывает влияние? Все зависит от того, кто это делает. Я прислушиваюсь к тому, не знаю, как это выразить, к мнению самых важных для меня людей. Обязательно прислушиваюсь, что говорит промоутер, что после матча говорят мои оппоненты, мои коллеги. Фанаты — это тоже важно, что они говорят. Но если я кому-то не понравилась, если у них сложилось свое мнение, меня это устраивает. Мне это не неприятно, я знаю, от чего я стою. Я осознаю, что умею. Так что если кому-то это не нравится, ну, что поделать. А ты сейчас уже считаешь себя ветераном или все еще новичком? Конечно, еще новичок. Мне еще очень много, что необходимо изучить. Что должно произойти, чтобы ты себя назвала ветераном? Наверное, надо выступать минимум лет 10. Я смогу назвать себя ветераном, лишь когда будет опыт в 10 лет. Когда я смогу выступать в разных местах, получусь у многих разных рестлеров. Мне вообще не нравится, когда кто-то называет себя ветераном. Часто человек выступает очень долго, много лет, но при этом вообще не представляет, что такое рестлинг. Я не хочу так. Ты называешь себя все еще новичком, но при этом у тебя были туры в Европу, в Японию. В чем разница между разными стилями? И есть ли вообще серьезная разница между европейским, японским, американским рестлингом? Думаю, что все же есть. Если говорить о стилях рестлинга, то мне нравится жесткий силовой рестлинг. И поэтому Германия мне немного напомнила Америку. Делается серьезная ставка на психологические аспекты. Но после дебюта в Японии я сразу поняла, что такое разница в стилях, ощутив принципиальные различия. Это очень сложно, и те ходы, которые работают здесь, совершенно не работают там. У тебя не возникало ощущения, что нужно все изучать с самого начала? Да, хотя нет. Погоди, что ты спросил? Не возникало ощущения, что в Японии нужно учить рестлинг с нуля? Вот не было ощущения, что ты ничего вообще не знаешь? Ну, такого, конечно, не было. Но языковой барьер невероятно сложный. С ними невозможно общаться, потому что очень сложно проработать некоторые моменты, сложно просто разговаривать, потому что почти никто не говорит по-английски. Было очень сложно. А вот еще о сложности. Наверное, главная сложность этого года — коронавирус. Каково было начинающему инди-рестлеру, который пытается пробраться наверх, продержаться такое время без выступлений? Какое у тебя было настроение? Какие-то особые тренировки? Тебе нужна была психологическая поддержка? Было очень трудно, поскольку я должна была вернуться из Японии в начале марта. А пришлось вернуться на две недели пораньше. Потом была неделя WM, а это очень важное событие для любого рестлера. У меня были четыре матча, четыре шоу. Эта возможность рассказать о себе, показать себя новому зрителю, и все отменилось. Для меня, для других было очень трудно. А оказалось еще труднее, потому что я не воспринимала это серьезно. Поскольку не понимала, что все действительно может закрыться, все шоу закроют. Было очень трудно, потому что моя мама очень близко к сердцу принимала всю ситуацию. Она испытывала настоящую паранойю. Она нервничала. И я переживала еще и за нее, поскольку она постоянно смотрела новости со всеми этими ужасами. 24 часа в сутки новости про коронавирус. Со временем я стала воспринимать ситуацию серьезно. Но я смогла взять все под контроль. По крайней мере, мы научились, как правильно можно погулять. Это было очень трудно, потому что многие планы просто испарились. Я заранее прошу прощения за следующий вопрос, но ты не задумывалась о том, чтобы вообще завершить карьеру? А то я читал в интервью, слышал в подкастах, что несколько рестлеров рассказывали, что действительно думали о том, чтобы уйти на пенсию, но потом коронавирус отступил, и они снова на ринге. Более того, некоторые даже на национальном телевидении. О нет, ни в коем случае. Я еще слишком молода, к счастью. Мне только 24. И в самое тяжелое время после возвращения из Японии я смогла обратить внимание на себя. Я привела себя в форму, подтянула физическое состояние, обратила внимание на здоровье и на здоровое питание. Я понимала, что когда все вернется к норме, многие рестлеры будут не очень готовы. И я должна быть готова лучше всех. Прийти в лучшую форму в своей жизни. Ты упомянула уикенд Рестлмании, который был отменен, но он все же состоялся недавно в рамках уикенда Коллектив. Там было 12, по-моему, шоу, и у тебя было, если я все верно помню, три матча. Какой была атмосфера за кулисами? Какое было настроение? Насколько было сложно подготовиться к трем разным матчам в один день? Трудно, конечно, но я не сразу даже поняла, что все три матча будут в один день, в воскресенье. И тогда я подумала, что возможны проблемы. Я начала переживать, но продолжила тренироваться. Матч против Джоша Александра был моим первым матчем за полгода. Джош — шикарный рестлер с огромным опытом. Он выступает на телевидении, и это прибавляло нервов. Я понимала, что и физически, и психологически это будет настоящий вызов. Но все прошло хорошо. Конечно, после матча я чувствовала себя побитой. Была жесткая бойня. А потом был женский матч на Шиммер. Это был мой дебют. Мой большой дебют, который не состоялся на Рестлмании. А потом был кровавый спорт. И даже при том, что я была заменой для Деоны Пураза, ну это ничего. Это все равно очень круто, потому что я люблю такой рестлинг. Я занималась борьбой, и мне нравятся такие драки. Так что мы просто вышли, и не нужно было думать ни о чем. Просто думая о победе. Еще раз прошу прощения, но не было опасений заразиться, потому что на неделе после этого были сообщения о заболевших. Да, было страшновато. Я больше боялась не за себя. Я больше думала о тех, кто вокруг меня. Перед уикендом я сдала тест. И, кстати, я сдала тест в пятницу после шоу. Но я еще буду сдавать тесты до и после мероприятия, чтобы понимать, что у меня со здоровьем. Ты рассказала про матч против Джошуа. Я бы еще добавил, что это не просто ветеран, выступающий в импакт рестлинг, но это еще и рестлер, который вернулся после серьезной травмы и который выступает на высочайшем уровне. Я бы хотел спросить как раз про межполовые матчи. Вот как ты относишься к этому? Это стало нормой? Их проще или сложнее проводить? Лично мне нравятся матчи против мужчин. Такие матчи заставляют выкладываться на 100% и больше. Особенно такие матчи, как против Джоша. Помимо него у меня были матчи против Джона Сильвера, Дэвида Стара. После таких жестких матчей ты испытываешь физическую боль, но ощущение, что ты держишься на их уровне, доставляет особое удовольствие. А есть ли какое-то особое отношение со стороны мужчин во время таких матчей? Не бывает, что они решают вести себя более осторожно, выступать помягче? Не, ни в коей мере. Для меня матчи против мужчин такие, какими я бы хотела проводить матчи против девушек. Я не хочу себя сдерживать, ну и я понимаю, что я маленькая. Во мне всего лишь 150 сантиметров роста. Ну и будет нечестно по отношению к фанатам. Они пришли посмотреть на бой. И тут надо быть реалисткой. Дело не в моем поле. Я не такая красотка. Поэтому я выхожу на ринг, чтобы надрать кому-то зад. И в женских матчах я бью так же сильно. Я никого не щажу. Это было бы нечестно по отношению к фанатам. Как думаешь, как скоро межполовые матчи закрепятся на национальном телевидении? Просто сейчас это только инди. Не знаю. Сложный вопрос. Но я надеюсь, что это случится. Мне кажется, люди пока боятся этого. Рестлинг был одинаковым очень долгое время. Так что это будет большой риск. Но что касается меня, я была бы очень рада. Мне очень нравится межполовой матч. А после межполовых матчей бывает какое-то особое отношение от фанатов в зале, от фанатов в соцсетях? Не говорят, что было странно или страшно, или какие-то другие эмоции? Ну вот после матча с Джошем Александром мой твиттер взорвался. Всем очень понравилось. Я получаю очень хорошие отзывы после матча против мужчин. Не было плохих реакций. Иногда я заглядываю в Ютуб, чтобы посмотреть комментарии к своим матчам. Конечно, многие пишут, что это глупо, это не по-настоящему. Но на такие слова я не обращаю внимания. Игнорирую их. Но обычно бывают хорошие отзывы. Давай поговорим про большую рестлинг-сцену. Вот тот рестлинг PWI 100 возглавили пять рестлеров из WWE. Ты согласна? Вообще, кто для тебя самые большие звезды? Я согласна. Так, а кто там на первых местах? Бейли на первом месте. Саша. Кто там еще? Кто на втором месте? О, кто на втором, не скажу. Но пять первых мест это Бейли, Бекки, Саша, Шарлотт и Аска. О, это да. Я согласна полностью. А Аска вообще одна из моих любимых рестлеров. Я люблю ее стиль. Я сама так выступаю. А, жесткий ударный стиль. О, да. Бейли тоже прошла большой путь, она серьезно изменилась. И я согласна с такими местами. А насчет любимых? Ты имеешь в виду кого-то из Индии или как? Не, любые. Из тех, на кого я ориентируюсь, Люфиста. Ты же знаешь Люфиста? Так вот, Люфиста. Мерседес Мартинес. О, Люфиста в России просто обожают. Она здесь суперзвезда. Отлично, она просто крутая. Мерседес Мартинес. Мерседес Мартинес одна из моих любимых рестлеров. Мэйка Сатамура. Ой, это легенда. Это один из моих дрим-матчей. Так что вот. Но есть много других девушек в Индии. А что ты думаешь о гламуре в рестлинге? Вот когда речь идет о шоу, об элементах драмы. Нравится ли мне это? Ну да, в качестве элемента шоу женского рестлинга. Ну вот как Тай Валькирия. Или, например, как Шарлотт выходит в зал в роскошном халате. Ведет себя как суперзвезда вообще в этой вселенной. Да, мне это нравится. Иногда это просто необходимо. Ладно, давай поговорим про еще одну вещь, которую, на мой взгляд, многие недооценивают. Это соцсети. Различные рестлеры буквально разрушали свои карьеры, потому что не умеют себя там вести. Кто-то что-то говорил в далеком прошлом, а потом эти комменты достали, и начинаются проблемы в настоящем. Вот что такое соцсети? Это способ привлечь к себе внимание? Способ себя разрекламировать? Лично я пока не занималась рестлингом. У меня не было ни Твиттера, ни Инстаграма, ни Фейсбука. Это было просто площадкой для себя, для моих родных. Но теперь я пытаюсь использовать эти площадки, и у меня появились фанаты. Я делюсь моими мыслями, настроением, мнением о разных вещах, которые имеют отношение к рестлингу. Я стараюсь избегать глупых вещей, потому что нельзя быть идиотом в соцсетях. Я использую эти платформы, чтобы больше людей узнали обо мне. А у тебя есть какой-нибудь совет для соцсетей? Вот нужно ли там вести себя поагрессивней? Или наоборот ограничиться минимальными фотографиями, высказыванием мнением? Чёрт, я забыл слово. Рекламировать и продвигать свои шоу, свой мерчендайз. Кстати, вспомнил. Промоутировать. Нужно ли там промоутировать себя? Да ничего, всё в порядке. У тебя неплохой английский, честно. А ответ — нет. Если речь идёт о рестлинге, то не нужно лезть на рожон. В соцсетях ключевое — терпение. Промоутировать и раскручивать, безусловно, нужно. Но нужно и понимать, что всё, что ты скажешь в соцсетях, нужно сто раз об этом подумать. Уверен ли ты вообще в этом? Поэтому нужно всегда понимать, какую реакцию вызовет твой пост, твои слова. Сегодня любые слова, извини за жёсткость, их очень просто просрать. А не будет проще вообще уйти из соцсетей, ну и оставить их как визитку. Там вот информация для связи, пара фото, ссылка на сайт и всё. И всё, да. Это хороший вариант. Соцсети портят многих людей. Нужно быть умнее. Это не так трудно быть умным. Но столько идиотов развелось. Так что не только молодым рестлершам, но и молодым девушкам в целом я бы дала совет, чтобы они старались быть умнее. А как ты относишься к тем рестлерам, которые в соцсетях продвигают не рестлинговые увлечения? Ну там геймеры или фотосессии. Которые публикуют свои общественные личные мнения, когда они выставляют себя не столько рестлерами, сколько геймерами или моделями. Нет, я бы такого не стала делать. Не могу подобрать слово. Не хочу чрезмерно усердствовать. Как бы попонятнее выразиться. Не хочу давать фанатам слишком много информации о себе. Пусть они видят меня особенной. Пусть они ищут возможности посмотреть на меня лично. Я бы еще хотел попросить тебя рассказать немного о своем отношении, о своем мнении про российский рестлинг. Мы узнали о тебе после твоей поездки в Стардом. И в России очень порадовались, удивились, что есть еще одна отличная рестлерша с российскими корнями. Ты с кем-то общаешься? С промоутерами, с рестлерами. Вообще есть интерес выступить в России? Ну или что-то еще, что ты про российский рестлинг можешь знать? Я бы хотела вернуться в Россию, конечно же. Я выросла в Москве. Хотела бы вернуться, да. Я не очень много знаю про российский рестлинг. Вы знаете Машу Сламович? Да, конечно. Пару лет назад она провела матч в независимой федерации рестлинга. У нее было пара появлений. А потом она вдруг вышла в импакт. И все сказали, о, мы ее знаем. Ну вот, я с ней знакома. Мы говорили немного про Москву. И я сказала, что было бы здорово поехать туда, провести матч другой. Я ее знаю, да. Но российских промоутеров я не знаю. Не знаю, захотят ли они пригласить меня. Так что знаю совсем мало. А вот Наталья Маркова, также известная как Бонни, она в том году выступала в США, была звездой в Shine, в Evolve. Что-то о ней думаешь. Ну, если, конечно, видела ее матчи. Я с ней не встречалась. Видела я, по-моему, один ее матч. Но, если честно, не могу особо много сказать. Я слышала ее имя точно. Но матч видела только один. Ну что ж, это не проблема. Проблема, на мой взгляд, в том, что российские рестлеры и звезды, которых я хотел бы называть звездами, не очень много заботятся о том, чтобы о них узнали больше. В США, в Германии, в Японии. Вот это проблема. Но я верю и надеюсь, что они ее решат. Лейла, спасибо тебе за интервью, за то время, которое ты нам уделила. Надеюсь, что вскоре мы о тебе услышим. Скоро тебя увидим. Ну и скоро тоже поговорим. Спасибо, было круто. Спасибо и большой удачи в посткоронавирусную эпоху. Спасибо, пока.